Девчонки, всем привет! Сейчас я нахожусь в Диво-магазине. Почему? Ну, во-первых, потому что скоро Новый год, и я участвую в обмене, вы же знаете, да, каждый год обмен среди мам-блогеров. В этом году я отправляю в другую страну, и сейчас я в поисках подарков. Вот глаза разбегаются, и я... Хочется угодить, хочется, чтобы все понравилось, и в данный момент вот я выбираю маленькие там разные детальки, чтобы не просто были, например, крупные подарки для каждого, но и какие-то маленькие детальки, которые принесут в дом удачу, счастье. И тут столько всего очень-очень приятного. Сейчас волшебное дерево вам покажу. И вот тут хозяйки магазина, как две волшебницы, честно говорю. Смотрите, девочки, вот это волшебное... Можно не меня дерево снимать. Вот это волшебное дерево. С ним нужно разговаривать. Вот, допустим, как вас зовут? Аня. Аня, вы умеете разговаривать с деревьями? Я со своими цветами разговариваю. Попросите дерево открыться. Только так, хорошо. Деревце, деревце, откройся. Пожалуйста. А вы когда просыпаетесь, утром воду пьете? Да, надо полить. А ну. А сейчас вот посмотрите, что будет происходить. Только так, прям вот на листике наводите. Все, дерево попило. И вот теперь вот сюда наводите, смотрите, как будет открываться листик. Вот, вот, держите, прям выпить или шевелиться? Да. Видите? Сейчас еще. Вот, вот открывается, вот, 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 вот открывается. Видно у вас? Да. Класс. Оно, когда открывается, оно выделяет йод. Да вы что? Да, это мохцентрариум, привитый на виноградную лозу. Это просто срез плодового дерева. Мохцентрариум это один из немногих мхов, которые используют для лечения бронхиальной астмы. Ух ты. Да. Здесь он, конечно, не в лечебных целях, но когда он открыт, понюхайте. Ой, какой запах, как в лесу, реально. Вот, он начинает выделять йод. Да, реально, как замах в лесу. И вот, смотрите, вот, вы его попросили открыться, вот оно открылось. А вот тут его никто ни о чем не просил. Вот оно не открылось. Кстати, смотрите, какие тут есть деревья. Вообще, тут очень все классно. И я уже выбрала... Я просто боюсь сказать, что, потому что тогда вы, ну, как бы, увидите и не будете смотреть распаковку моей девочки, которую я отправлю. Поэтому я не буду вам рассказывать, что я выбрала. Я вам потом сброшу ссылочку, потому что от моей феи тоже мне придет. Я буду делать распаковку, и все видео всех девочек вы сможете посмотреть. Я вам скажу, кому я выбрала я, и вы тоже посмотрите, что же я выбрала, и что же я собрала. Вот. Показывайте. Смотрите. Здравствуйте. Сувениры-то обереги. Вот, допустим, нужна мышка-нарушка. Ее нужно положить в кошелек, она денежки сохраняет. Нужка-загрибушка. Выходит муж утром на работу, положила ему ложечку в кошелек, где идут деньги, подгребают, подгребают. А это файный связь, чтобы дах был на месте. Тут в стишках такие даже как заговорки. Считайте, что если настроился на позитивный лад, то как-то и день задался. А вот эта черевная жаба, она для соседей. Считайте, что если монетка ваша, она со временем привыкает, вас очень хорошо чувствует, и дальше уже вы можете с ней дружить. Девочки, это надо в кошельке носить. Хотите на кого-то приложить? А ну, не пропустишь? Вы меня просили, чтобы я вам показывала, что я покупаю для себя, для дома и вообще. Вот, я была сегодня в покупках вся, собирала подарки для девочки, вы знаете, и вот купила себе трое сережек. То есть идет сейчас акция вот в этом магазине. Вы покупаете двое, а третий подарок я набрала себе. Я взяла вот такие вот колечки. Цена у них 229 гривен. Кстати, смотрите, что я сделала. У меня всю жизнь всегда были квадратные ногти. И тут я решила, что надо что-то поменять. Я хочу соседний участок, но денег у меня на соседний участок нет. Поэтому я решила, чтобы не обрезать волосы, или какое-то изменение должно быть. Я решила поменять форму ногтей. Мне кажется, очень недорогой вариант, когда душа требует изменений. Вот еще прикольные серги. Классно смотрятся. Я вам потом покажу уже, как на мне они сидят. Тоже 230 гривен и 280, 279 вот эти вот. Это новые коллекции. Такие тоже прикольные. Вот. Я, в принципе, бижутерию не очень люблю, скажу честно. Я люблю серебро и белое золото. Но иногда, если это хорошая бижутерия, она для некоторых образов очень даже хорошо ложится. Поэтому вот как-то так. Но это еще не все. Так же я была в магазине. Кстати, интернет-магазин колгот.net. Я даже не знала, что у них есть интернет-магазин. Вот только что увидела. Я купила... Достала с пакета, чтобы не шурудил. Колготки одни купила хлопковые. Такие теплые. Тут, по-моему, сколько дан? Не помню. 150, по-моему. Да, 150, да. Одни купила 70. Черные они плотные, но они не хлопковые. Поэтому смотрятся чуть по-другому. И очень приятные цены, девочки. Так, я беру тройку. За все я отдала... Где-то цен. Не вижу цен. Где-то чек был. Потом купила вот такие вот сердечка. Прикольное плетение. Они не цепляются. Ну, так мне сказали, в принципе. Так же я купила трусики. Трусики. Они, кстати, со скидкой шли. Стоили 100 гривен. И сейчас я купила за 59 вместе с маечкой. Это просто, знаете, как сейчас зима, холодно. Вот обычная майка. Вот. И у меня трусики. Такой вот получается комплект. Я вообще купила ники. Ну, не знаю, надо ники или нет. Она скажет, что ей не надо. Если что, сама бы вносить. Размер у нас одинаковый. Так что, девочки, магазин очень хороший. По приятным ценам. Качество я проверила. Это я уже покупаю у них второй год. Есть во многих торговых центрах. И, оказывается, есть еще интернет-магазин. И обещала показать вам цены. Вот. За все эти колготки, майку, трусики я дала 513 гривен. Очень хорошая цена. И еще. Та-да. Арена. Это для плавания очки и шапочка. Шапочка черного цвета. Я думала тканевая, но тканевая тогда будет всегда волосы мокрые. Ну, мыть голову каждый день я не мою. Поэтому я решила взять вот такую вот. Она не тканевая, а резиновая. Вот. Черная, потому что у меня черный купальник. Она издельный. И вы не представляете, очки очень долго подбирала. Я купила детские. Тут, вон, видите, 6-19 лет. У меня маленькое лицо, и отлично именно подошли вот эти вот очки. А взрослые на меня были великоваты. Поэтому я с детскими очками. Представляете? Вот. Тут, что она для плавания очки стоит 630. И шапочка 450. Магазин находится на Долбуновской 3А. Если вдруг вам надо. Вот. Рубиновые части солнца зови. Рубин злые страсти сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра. Золотые искры, брызгай костра. Радуйся молоту в крепкой руке. Водопад, молодость, быстро реки. Бей барабан. Бам, бам, баррикады, друзья. Шум, гам, войны света. Войны добра охраняют лето. Бьются до утра. Войны добра, войны света. Чароста фарай бьются до рассвета. Класс Спасибо Ку-ку, синьки Ой, что там котик? У нас, кстати, котик появился Девочки, вот, видите Все-таки я нашла наличники Вот такие вот По цвет Ну, у нас вещи так сохнут По цвет двери И смотрятся очень даже неплохо Такой И кто это у нас тут новый жилец? Мы-то думаем ему, как назвать его? Дымок Оля предлагает назвать его дымок Ну, мне нравится, это какой-то дымок Дым Дым, иди сюда Ну, да Вчера это чудо В общем, мне позвонили, что мы в селе Обклеили все в объявлениях, что Пропал рыжий котенок Мне позвонили, говорят, приедьте посмотрите Я приехала, посмотрела, это не наш Но мне стало так его жалко Что я его забрала И вот Сейчас мы идем к ветеринару Чтобы узнать, все ли в порядке Надо ему отблок, надо отглистов И потом в дальнейшем Надо сделать прививки Это такая кровка Кровка маленькая Назвали эти грюлей На улице такой дубарь просто Ника ездили в компанию Эйр Делали разбор полетов Канала Но это не об этом У вас есть взрослые дети? Такие, ближе к 18 Кто уже за рулем 18 лет? Ника мне спросила, говорит Мам Ну, по поводу вождения Потому что ей папа пообещал Что в 18 лет он Купит ей машину И мы обсуждали моменты Страха У меня, кстати, на канале есть видео Девушка за рулем Да, я там рассказываю О страхах Как их преодолеть Как это делала я Ну и так далее Вот, поэтому Если интересно Я тут где-то оставляю ссылочку Или внизу ищите Так вот По поводу страхов Я Нике рассказывала Определенные моменты Которые Говорят О опытности Водителя Вот Ника говорит Что она очень боится Большие машины Грузовики Да, грузовики Которые мимо проезжают И ощущение У меня, кстати, Оно тоже такое было Да, так ощущение Как будто он сейчас повернет И не предупредит Да, и раздавит Вот у меня тоже было Когда я только начинала водить У меня было ощущение Что он меня вообще не видит Он меня не заметит И он меня раздавит Все очень просто Надо просто ехать По своей полосе И есть момент Мертвая зона По зеркалам Она есть и в таких автомобилях Седанах И в любых автомобилях Но в больших Именно Грузовиках Она как бы Большая вероятность Потому что Они высоко Мы внизу Поэтому лишний раз Я ей рассказала Что надо сделать И так далее Расскажите, пожалуйста В комментариях Свою историю Или историю своих детей Потому что Ника говорит Мам За границей Дети ездят С 16 лет За рулем Я говорю Ник У них это чуть-чуть По-другому Вообще У них другой менталитет У нас Это только все приходит У них Это давно пришло Но вопрос не в этом Вопрос в ответственности Я Нике объясняю О том, что Когда ты садишься за руль Ты ответственен Не только за себя И за свой автомобиль Ты ответственен И за окружающих За окружающие автомобили За пешеходов За Такие непредвиденные обстоятельства Как кто-то просто взял И выбежал на дорогу То есть Ты должна быстро реагировать Ты должна понимать Ты должна держать дистанцию И так далее То есть Я Нике все это рассказываю И она такая послушала Говорит Наверное Я буду ездить на велосипеде Ну В том формате Что как бы Есть страх Я говорю Страха быть не должно Потому что Страх он блокирует И Ну Это нехорошо Когда есть страх Не буду сейчас Углубляться в эту тему Потому что Ну Она может быть Не для всех интересная Но в любом случае Я жду отдачу от вас Ваши истории Если хотите Мы можем снять Отдельное видео Потому что я Нику Да Варя Мы просто в пробочке стояли Я Нику Сажаю за руль И сейчас ей говорю Давай наверное Уже будешь заезжать Иногда Просто бывает такое Я подъехала к дому Но машину не загнала Во двор И вечером Я такая Блин Машина же за двором И иногда так хочется Сказать Ник загони Поэтому сейчас Я буду ее тренировать Мы будем по нашему селу ездить Мы до этого тоже Уже как бы Она была за рулем Раз папа не занимается Вопросом Вождения дочери То этим займусь я Вот Поэтому Ника Скоро у нас будет Совсем хорошо водить Потому что я в принципе С 17 лет уже 17-18 Я уже умела водить Но прав у меня не было И первое время Даже я уже ездила за рулем Прав у меня не было Хотя я была замужем Вот Стаж вождения У меня уже 12-13 лет Именно Права получила 12-13 лет А водила еще до этого Больше Поэтому Когда женщина за рулем Я считаю Что это вполне нормально Но Нику предупредила Говорю Когда машина только появляется Обязательно Обклеить ее Девочками У 60 Километров Или 40 километров Неважно Чтобы предупредить Других водителей Что ты неопытна И только когда ты получаешь опыт И ты уже уверена Только тогда уже можно Поснимать эти наклейки Вот в таком формате Мы с Никой Разговариваем Это на тему Например Еще Воспитание Я сниму такое видео Я знаю Что очень многие У меня просят его Как я уже говорила Да И Ника сказала И я Нику воспитываю По интуиции Ну понятно Что есть определенные принципы Которых я вам расскажу А вы уже там Примерите на себя Подойдет это вашему ребенку Или нет Потому что все дети Они уникальны И кому-то что-то подходит Что-то нет И в целях воспитания тоже Ники например Заходит где-то Что-то мое воспитание Где-то не заходит Поэтому так и у других Так как воспитываю я Может быть другой ребенок Будет протестовать Например Или надо Снегом вас друзья Я не знаю У кого как А в Киеве Выпал снег Вот И В ноябре снег Это не очень Прикольно Но Сразу вспоминается Фильм Сладкий ноябрь Где там сладость Я не знаю Но в негативе Можно всегда найти Позитив Негатив почему Потому что Я на летней резине А снег идет Сейчас приедут Вот видите У меня тут строительный мусор Сейчас приедет машина Я уже открыла ворота Сейчас приедет машина Этот мусор вывозить И я попрошу ребят Чтобы они мне загрузили Мою зимнюю резину В багажник И На заднее сидение Я поеду Приобуваться Потому что Это небезопасно Сегодня Мама уезжает В Запорожье И мне надо везти ее на вокзал Но скорее всего Что я просто вызову такси Заранее Потому что город стоит И в общем Это Ну в общем Не готов Киев К такой погоде Предыдущий Предыдущий автомобиль Был Lexus Я на него RX300 Такой небольшой джипик Я на него Когда-то На зиму Купила вот такие вот чехлы Ну мне там было 20, наверное 5 или 24 года Мне казалось Что это очень прикольно Хотя там был полный фарш В плане того Что там были Подогрев сидений И вообще все в порядке Но Я очень хотела Знаете Девочка-девочка В данный момент Я Это надела Для того Чтобы попа Была в тепле И Так как этот автомобиль Без подогрева сидений То Когда садишься Ну не холодно Реально Оно как бы Быстрее нагревается Вот Ну попка Потому что Оно такое Мягенькое И тепленькое Вот так вот и буду Теперь ездить В всю зиму Что делать У вас кстати Есть чехлы или нет Вы девочка-девочка Или нет Я больше Знаете Как вот видите У меня нет никаких Особых прибамбасов Там Ничего не висит Там Знаете Там Нету мягких игрушек Блин машина Дети лазили Единственное что Я с Шри-Ланки Привезла Вот Будду Поставила А до этого У меня вообще ничего не было То есть Я как бы Из тех водителей Которые более Так По-мужски И автомобиль у меня Такой тонированный Вместе с лобовым стеклом Вот Поэтому В принципе Я как бы Вот эти Женские штучки Не особо-то люблю Но как видите Приходится Мы с Демидушкой Смотрим Смотрим кошечку Какую-то А ну-ка Давай Да И тут еще у нас кошечка И я жду Пока мне позвонят С Шиномонтажа Целый день Я обзваниваю Шиномонтажки Везде Вообще Даже слышать Не хотят Говорят Что Ну Через пару дней Это Минимум Максимум Это через две недели Типа приезжайте И тут Километр от дома Я нашла Одну шиномонтажку У них живая очередь Они не записывают И они говорят Ну более-менее Свободно станет Ближе к ночи Потом еще садите И уложу И поеду На шиномонтаж Колеса у меня В машине Потому что Ездить на Летней резине Не вариант Опять я Возвращаюсь К этим длинным влогам Наверное Не очень Это хорошо Вот Поэтому Я закрепляюсь Спасибо вам большое Что вы его посмотрели И пишите мне в комментариях Какие видео вы хотите Вот я вам Распаковочку показала И показала Как бы какие-то моменты Жизненные И то что я уже давно Не показывала Не знаю Что вы хотите Я в принципе могу снимать Все по чуть-чуть Но мне бы хотелось Чтобы вы написали Что хотите Я помню про распаковку Я помню что вы хотели Показать Вот Чтобы я вам показала Какие-то такие моменты Которые показывала раньше Я сейчас перестала показывать Вот вроде бы попробовала Как вам Ставьте пальчики вверх И я пойму Что значит хорошо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok